Здравствуйте, ребята! Я на вашем любимом месте в своей новой любимой майке и очках, которые только что постучались мне в двери. Это из новой коллекции Polaroid, но сегодня вообще не о них. Я немножко в них постою, потом сниму, просто не могу насмотреться. У меня уже есть круглые желтые очки от Asos, а эти еще больше и еще круче. Но сегодня не о них. Сегодня я вам покажу свой отпускной лукбук. Много красивых образов, которые я отсняла для вас, когда была на Пхукете и на Самуи. Это было еще в апреле, но с апрелями до сих пор не дошли руки. И это своеобразный набор аутфитов, которые вы легко можете брать с собой на отпуск. То есть тут не будет никаких высоких шпилек, никаких надуманных аутфитов. То есть ничего слишком сложного, ничего чересчур элегантного. Яркий, отпускной, свежий лукбук. Поэтому давайте не будем откладывать и начнем смотреть это видео. Мне кажется, желтые очки на голове делают меня еще более летней. Я, кстати, только что записала вам титториал на этот макияж. Если он вышел, оставлю ссылку под видео. Если нет, то оставлю ссылку, когда он выйдет. Всего в этом лукбуке будет 12 образов. Некоторые из них будут с использованием купальника. И я вам покажу, как можно обыграть купальник в образе не на пляж, а то есть в образе на прогулку, на какую-то отпускную. Даже в образе на прогулку практически в город. Или если это пляжный отдых, то пляжный городочек. Наверное, это будет более уместным. Но сейчас вы все сами увидите. Раз уж я заговорила про купальники, давайте именно с них и начнем. И первый образ, это уже образ, который я упоминала в одном из видео, когда делала лукбук купальников. Это джинсовый комбинезон с верхом от купальника с открытыми плечиками, со шляпой, с яркими шлепками. И все это вместе смотрится безумно по-летнему. И мне очень нравится носить комбинезон, расстегнутым на одну лямку. Таким образом, я показываю чуть больше топ, и образ становится более дерзким, более пикантным. Есть возможность лучше показать красивый купальник с оборкой. Кстати, не забывайте, что я обязательно буду оставлять ссылки внизу на все вещи, которые есть онлайн из того, что представлено в этом лукбуке. А тех, которых уже нет в онлайн-продаже, я обязательно найду похожие. Также, если в видео присутствуют какие-то люксовые дорогие вещи, то я обязательно вам найду альтернативы на них, более бюджетные варианты. Так что не забывайте проверять описание под видео. И да, конечно, такой джинсовый образ я закончила круглыми рыбанчиками классическими. Они всегда делают образ чуть круче. Вот чуть круче, чем он есть на самом деле, честное слово. Так я люблю эти очки и очень рада, что купила их себе в этом году наконец-то. Поехали смотреть аутфит. Субтитры сделал DimaTorzok Второй образ с купальником. Это тот самый знаменитый купальник, который вам так понравился. По-моему, он от River Island с открытыми плечиками, такой ярко-неоново-коралловый. А здесь все вышито зигзагами, немножко в таком стиле Miss Sony. И я придумала, как его обыграть в городском практически аутфите. То есть в летнем таком легком открытом аутфите. Можно к нему надеть шорты на высокой талии, немножко брючного покроя с широким ремнем, как на моем примере. Я их покупала уже года 4 назад или лет 5 назад на Asos. Но я обязательно постараюсь вам найти похожие какие-нибудь. И, конечно, я все это дополняю, как всегда, соломенной шляпой, потому что соломенная шляпа это лето. Так же, как и желтые очки это лето, соломенная шляпа с черной лентой для меня это воплощение лета, воплощение отпуска, воплощение того, что я еду на море. И на ножках у меня мои любимейшие сандалики, которые уже такие нормально так потертые. То есть я вам уже говорила, у меня редко какая-то обувь затирается. Это значит, что я реально не могу из нее вылезти. И это тот самый случай. Это сандалики, по-моему, Red Valentina. Они camel такого красивого коричневого цвета, рыжекоричневого. Они через пальчик, и спереди на ножке огромная золотая бабочка. И я ими ни разу не натерла с первого раза, как я их надела. За это я их люблю, конечно же, еще больше. Вы заинтригованы, так что давайте смотреть ауфит. Далее мне хочется показать вам два платья, которые я носила поверх купальников. И, конечно же, образы, которые я с ними составила. Они не такие сложные, они достаточно простые, но они все равно классные. И эти платья заслуживают вашего внимания. И я очень надеюсь, что они все еще есть на Asos. И наверняка они со скидками, так что проверяйте инфобокс. Поехали с первым платьем. Это желтое короткое платье с глубоким вырезом спереди и сзади. Оно из тончайшего катона. Оно обалденно сидит. Очень легко. Его не чувствуешь на теле вообще. То есть даже в плюс 40, которые были на Самуи, я его на себе не чувствовала. Плюс цвет. Девочки, вы знаете, как я люблю желтый. И оно ярко-желтое такое. Цыплячье-желтое платьишко. И дополнила я его, опять же, круглыми райбанчиками и сандаликами с бабочкой. Давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Следующее платье, оно более вечернее, если можно так выразиться. То есть оно для смелых девушек. Я сразу скажу, потому что грудь чуть-чуть, но просвечивает. Я никогда не сморачиваюсь на эту тему, потому что я не считаю, что у меня там что-то чрезмерно, что может просвечивать и кого-то смущать. Поэтому я люблю носить вещи без белья. Я имею в виду без лифчика. Люблю носить вещи. И меня совсем не смущало это платье. Тем более, что как пляжный вариант. Я не говорю, что я так пошла бы на ужин. Наверное, не пошла бы. Но на какую-то прогулку вечернюю по пляжу самое то. А я именно его надевала на вечернюю прогулку по пляжу. Это длинное коралловое платье с разрезом, через шею, с открытой спиной, с красивым вырезом небольшим по груди, с разрезом даже, я бы сказала. Так как оно мне напомнило какую-то греческую богиню немножко, я его дополнила таким ободком из золотых листьев. И на ножке, опять же, те же босоножки. Девочки, не забываем, это пляжный лукбук. То есть, я была ограничена в количестве обуви, которую я привезла с собой, и в количестве сумок, само собой, разумеется. Поэтому не серчайте, если иногда в трех образах повторяются одни и те же сандалики. Давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok И раз уж мы заговорили о вечере, я вам покажу образ, который я надевала на своеобразное празднование нашей годовщины свадьбы, потому что именно в этот день мы были на Самуи. Это был такой романтик. Я знала, что я точно не захочу надевать каблуки. Поэтому я подготовила элегантный образ, но на плоском ходу. Я надела болотные, шелковые, тончайшие брюки на высокой талии. Даже не то, что брюки, это, наверное... Это даже не брюки, это кюлоты, скорее всего. То есть, они укороченные, широкие, и только на высокой талии подчеркивают немножко саму талию. Это брюки из коллекции H&M. У них какая-то была люксовая шелковая коллекция. Вот там я и накупила шелковых вещей. Эти брюки уникальны. Если вы хоть где-то их найдете, именно вот эти же самые, то хватайте. К сожалению, на сайте в Италии их уже нету. Но я обязательно вам найду похожее. Дополнила я эти брюки боди из Zara. Это боди на бретельках, асимметричное, с вышивкой и с пайетками. То есть, оно такое важное, очень такое... Блин, по-английски я бы сказала important, но по-русски важное звучит как-то лево вообще. В общем, привлекающее на себя внимание боди. Очень праздничное. Вот, наверное, все-таки правильное слово будет праздничное. Далее я дополнила это все сережками, с камушком, с таким грязно-зеленым в тон к брюкам. И на ножке тоже достаточно вечернюю обувь, но на плоском ходу. Это шлепки черные с жемчужинками. Покупала я их в Zara. Я не знаю, возможно ли их найти там, но я видела похожие. Тоже дам вам ссылочки внизу. И в руках, мне кажется, достаточно ожидаемо. Кошелек на цепочке от Chanel, который сюда просто идеально вписывается. И честно, ребята, я чувствовала себя безумно комфортно. Я просто кайфанула от того, что я могу без каблуков создать настолько элегантный и вечерний образ. Субтитры сделал DimaTorzok Я буду, наверное, чередовать сложный образ, простой образ, сложный образ, простой образ. Следующий образ, он очень простой. То есть здесь все, конечно, завязано на потрясающем платье. И именно это платье в сочетании со шляпой дает этот островной такой пляжный аутфит. Обычная соломенная шляпа с черной полоской все та же самая. То есть практически можно на отпуске обойтись одной шляпой или двумя. Просто я шляпник, и я таскаю штук по пять с собой. Но по большому счету, если вы обзаведете одной хорошей соломенной шляпой цвета соломы с черной лентой, она будет подходить практически подо все. Платье, кстати, это вообще недорогое. Просто безумно дешевое, я бы сказала. Обязательно дам вам ссылку, не забудьте проверить. Оно есть еще во многих разных принтах, но этот мой самый любимый. То есть оно такое не совсем кипельно-белое, чуть-чуть грязно-белое, с очень красивым цветочным принтом. Ну и безусловно, шарм, который придают качели на пальме этому платью, его тоже нужно отчитывать. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий образ снова платье. Возможно, вы его помните, если вы меня давно смотрите. Я его показывала вам в Revolve Hall, то есть в покупках сальто Revolve Clothing. Оно черное, оно очень открытое. Но это черное дневное платье, это не черное вечернее. То есть я в нем ходила, например, на завтрак, чтобы вы понимали. Его можно, конечно, надеть вечером, но мне кажется, оно слишком открытое, что ли, для вечера. Для меня это больше утреннее или дневное платье. Я к нему надела шляпу с такими падающими вниз полями. Я не знаю, как ее по-другому описать, но сочетается, мне кажется, очень здорово. И дополнила теми же самыми босоножками, которые у меня были в вечернем образе на празднование годовщины свадьбы. То есть те самые, которые с жемчужинками. И они тоже сюда очень хорошо вписались, и из вечерних они стали дневными. Также я это черное платье дополнила, так как у него очень-очень-очень, подчеркиваю, очень глубокий вырез. И у меня было обалденное жерелье из нескольких таких цепочек. Это все обычная железячка, купленная, по-моему, где-то в H&M. Несколько цепочек золотых с разными подвесками, которые вот так вот, как конструктор, одна за другой, свешиваются вот прям до конца выреза. Смотрится очень пикантно, очень красиво и очень женственно. Давайте смотреть аутфиль. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее давайте два образа с шортами. Первый образ, который я надевала, то есть в послеобеденное время, чтобы пойти на бассейн, к бару, попить коктейльчик. Я босиком в шортах, в джинсовых, в коротких, в драных. И обалденнейший просто топ, по-моему, называется бренд Тула Роза, тоже куплен на Револьф. Это топ из постоянной коллекции. Иногда на некоторые цвета бывает скидка, но я вам обязательно оставлю, есть ли еще красный или есть какие-то другие цвета. Топ просто шикарный. Я настолько довольна этой покупкой, что могу вам от всей души его советовать. Он на косточках, он сделан чуть-чуть как корсет, но этого не видно, так как сверху очень много кружева, открытые плечи, красивая линия по груди. И само кружево такое, знаете, оно катоновое, плотного, толстого такого плетения. В нем не жарко, но смотрится он фантастически. И, конечно, я все это дополнила шляпой, шляпой и рыбинчиками. Поехали смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий образ тоже с шортами. Да что уж там, те же самые шорты. Такой образ можно надеть на вечернюю какую-то прогулку, в какой-то поход, на какую-то экскурсию даже. Но именно, я бы сказала, островную экскурсию. Если, допустим, в Италии летом, днем в Риме, я бы так не оделась. Наверное, чуть-чуть переборчик будет с боди. Но, а если вы куда-то едете на острова, мне кажется, на дневную какую-то островную прогулку, это обалденный вариант. Итак, из чего состоит образ? Это короткие драные шорты, те же самые, что и в предыдущем образе. Дополнила я их прозрачным боди с розами на груди. Но, так как это выглядит слишком откровенно, если ничего сверху не накинуть, да и вы обгорите. Особенно, если это первые дни отдыха, то сверху я накинула джинсовую рубашку. Моя, по-моему, Seven for All Mankind. В любом случае, постараюсь найти ее или похожие и дать вам ссылочки внизу. В руках у меня такой в боха стиле рюкзак. Черный, кожаный, весь с бахромой, с висючками. Смотрится очень свежо, очень, знаете, так ненапряжно. То есть, рюкзак более жесткой формы, типа моего Louis Vuitton, например, Palm Springs, он бы смотрелся тумачно, вот прям чересчур он бы смотрелся и делал бы образ каким-то нелепым, мне кажется. А вот именно, знаете, прозрачность боди, подчеркнутая каким-то летящим таким рюкзаком, делает образ чрезвычайно легким в восприятии, как мне кажется, опять же. И на ножках у меня те же самые все сандалики с бабочками. Поехали смотреть! Продолжение следует... Следующий образ с платьем, и это, кстати, любимое платье Федерико. Просто, когда он меня видит в этом платье, у него, как у того, по-моему, волка из мультика, вот так вот челюсть так, ааа, и глаза такие круглые, там, тынь-дынь, тынь-дынь, тынь-дынь. Хотя я в этом платье не вижу ничего особенного. Обычное серое платье на запахе. Да, оно красивое, оно стильное, оно круто смотрится со шляпкой, которую я к нему подобрала. Но такая реакция моего мужчины меня умиляла весь отпуск, я его старалась надевать как можно чаще. Именно этот образ я надела на вечернюю прогулку, я ездила на осмотр площадки на съемку, я пленочный фотограф, если вы не знаете. И затем мы пошли гулять по, не то чтобы деревеньке, по улочке с магазинами, остановились покушать на ужин и остановились в баре попить коктейли. Все в этом аутфите, то есть серое платье с цветочным принтом, на голове шляпка лодочника, то есть с жесткими такими полями и с плоской верхушкой, да, с плоской верхушкой и с цветной полосой. На ножках у меня обалденные спадрильки от Dolce & Gabbana в таком винном цвете, с камушками, и это делает образ более нарядным, то есть чуть менее а-ля я пошла за покупками в магазин, а более таким, что я могу выйти в этом в ресторан. И в руках у меня черный кладчик от Chanel, честно говоря, я забыла взять в руки рыженькую мою сумочку Cicely от Dolce & Gabbana, просто забыла и почему-то взяла этот от Chanel, хотя планировала туда другую сумку. Ну да ладно, Chanel там тоже неплохо смотрится, давайте смотреть аутфит. Следующий образ шор. Шортами с кожаными, с черными, и вы его можете надеть как днем, так и вечером, то есть он абсолютно универсальный, он очень минималистичный, именно по цветовой гамме он абсолютно черно-белый. То есть это белый топ, у него вроде бы высокая стоечка, но открытые плечи, он очень здорово смотрится, кстати, очень дешевый тоже топ, если он еще есть в наличии, дам вам ссылку внизу, если нет, дам какие-то похожие варианты. Кожаные шорты, на мне, по-моему, шорты на резинке из кожзама, потому что на тот момент я все еще не купила свои суперкрутые кожаные шорты от Ира, если вы еще не видели. Этот холл обязательно посмотрите, это был холл The Outnet, по-моему, и на эти шорты огромная классная скидка, тоже дам ссылку внизу. Дополнил я все это удобной обувью, это такие сандалики черные, мягкие от Burberry, с большими золотыми пуговицами. Я, по-моему, видела у Марни, ну, безумно похожие на эту модель сандалики именно в новой коллекции, поэтому я вам обязательно оставлю ссылку на них внизу, потому что на них уже должна быть скидка, так как мы сейчас в периоде летних скидок. И если вам очень нравится эта модель моих сандаликов от Burberry, а их уже не достать, потому что они двухлетней давности коллекции, то есть вариант от Марни, имейте в виду. На голове все та же шляпа соломенной с черной полосой и на глазах прозрачные очки. У меня стопроцентное зрение, но я очень люблю некоторые аутфиты подчеркивать прозрачными очками обычными прозрачными стеклами, но аутфит всегда становится более интересным, более законченным, когда на глазах есть очки. И если вы не хотите надевать солнечные, например, уже солнце не светит, то именно прозрачные очки, мне кажется, очень так здорово подчеркивают и заканчивают аутфит. Субтитры сделал DimaTorzok И самый последний образ, пожалуй, самый интересный из всех. Я бы специально оставила на потом, чтобы вы дождались обязательно. Это джинсовая юбка на растежке на высокой талии, вместе с ней топ тоже со стоечкой, он застегивается сзади с ярким цветочным красивым принтом. Топ из Zara, но куплен давно, типа куплен, по-моему, два года назад или год назад, в любом случае его не найти. Буду очень стараться найти вам что-то похожее, потому что он безумно красивый. Вместе с этими вещами я надела козырек плетеный, это обалденная штука. Когда вы не хотите надевать шляпу, но все равно хотите что-то соломенное на голову, то есть козырек. Это такая недокепка, то есть у нее нету верхушки, есть только сам козырек и немножко такая стоечка спереди. Имейте в виду, что прическа помнется, обязательно помнется, то есть если вы надеваете такой козырек, вы будете его носить, пока вы не придете назад в номер. Ну или у меня волосы так мнутся сильно под ним, я не знаю, но я очень люблю, как он выглядит, поэтому я жертвую волосами ради него. И на ножках у меня, опять же, те же самые спадрильки с камушками от Dolce & Gabbana и в руках сумочка тоже Dolce & Gabbana, та самая Сисели, которую я недавно упоминала в рыжем цвете. Давайте смотреть его цвет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальники, например, в городских аутфитах, чтобы не набирать слишком много с собой топов. В общем, я надеюсь, что я вас вдохновила. И на этой прекрасной ноте я с вами буду прощаться. И не забудьте поддержать это видео большим таким жирным лайком и комментарием. Обязательно напишите мне, какой образ вам понравился больше всего. Я буду ждать ваши комментарии. Спасибо вам за просмотр и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. А с вами была Даша. До скорых встреч. Пока-пока.